Всем привет, с вами Сапанцер, продолжаем играть в цивилизацию за Карфаген, ну и как я уже говорил, военные юниты уже постепенно на подходе. Скоро, 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 8 ходов до астрономии, 19 ходов до навигации, но на самом деле чуть быстрее, потому что у меня еще через 23 хода. Через 23, значит у меня будет навигация, это здорово. Через 23 хода, и что у нас теперь, значит 7 ходов, тут 18, как раз примерно, тут через 10, это будет 4 голиаса. И думаю, что мне нужно будет штук 5, наверное, хиппориджас, 20, это долго, долго, но, наверное, неизбежно, потому что 4, наверное, будет все-таки немножко маловато, да. Да. Ну что, нормально. Так, астрономия. Через 3 хода у меня будет новая социальная политика, и, к сожалению, я еще не смогу взять рационализм, но я возьму exploration, я возьму плюс 3 производства, это здорово, это очень хороший бонус. 3 производства в каждом городе, нормально. Так, в этом городе что нам нужно, что нам нужно? Хм, да много чего, тут как бы все достаточно медленно, тут будет рыба. Да, наверное, здесь нужен маяк. Да, наверное, я думаю, то есть тут... Или просто... Да, наверное, пока будет амбар, а потом уже маяк. Ну что, я... А, что? Да. Еще одних варваров мы забодали, хорошо. Ммм... 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 Так... Этот... В принципе, исследовал уже практически все. И, наконец-то, я уже могу разобраться с этими лодочками. Так, ага, апгрейдим тайл, лечим корабль. И продолжаем. Ммм... Да, как мне много неприятностей доставил вот этот вот один варварский лагин. Ну, собственно, так бывает. Такая... Не то чтобы это нормальная ситуация, но слишком много у них было лучников, слишком много... Точнее, не лучников, а слишком много конницы. Конечно, было неприятно. Ну, тика выросла, наверное... Здесь скоро будет ферма. Да, поэтому сюда. Город растет. Нормально. Да, у меня появился еще один торговый путь, но пока, наверное, мне это не очень нужно, потому что... В принципе, у меня и так довольно неплохой доход. Да, доход пока неплохой, поэтому... Думаю, что не буду я на это сильно обращать внимание. Да, я вот сейчас думаю по поводу... По поводу строительства корабля вот в Гиппориджасе... Дело в том, что у Тики есть бараки. И... А в Гиппориджасе бараков нет. Да. Наверное, рановато делать здесь барак. Ну, точнее, прошу прощения, Голиас. Я думаю, что просто постепенно я пойду к университету. Голиас, наверное, пока не нужен. Может быть, что-то еще более полезное. Амбар. Возможно. Ладно, пока, наверное, да, наверное... Наверное, так, да. 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 Поэтому у меня будет Голиас тут. И, наверное, еще один. Да, наверное, еще один Голиас. Хороший вариант. Так, у меня быстро растут достаточно города. Ну, как быстро? Нормально. Меня устраивает рост. Что у нас по поводу... 32 хода. Это долго. 13 ходов. Это нормально. Я бы, конечно, хотел здесь еще одного специалиста, но... Ничего страшного. Так, это этот город. Здесь... Ну, тоже других вариантов нет. Этому городу будет очень полезно плюс 3 производства, потому что сейчас всего 5. Так что это будет серьезный бонус. и... И раз еще и этот город. Да, тут нормально. Наверное, вот так. Да. Социальная политика, как я и говорил, плюс 3 производства. Хорошо. Не то, чтобы это был супер бонус, но достаточно неплохой. Я считаю. Так, наука 84. Я по-прежнему отправляю в другие города, отправляю свои корабли. В Рио-де-Жанейро я не хочу отправлять, потому что, возможно, скоро с ним я буду объявлять им войну. Да, ну, не то, что прям очень скоро, но, наверное, все-таки отправлю в Египет. Ну и что? Этот, наконец-то, очищает этот лагерь. Для этого мне понадобилось 140 ходов. Вау, это очень много. Ну, как бы ничего с этим не поделать. И мы продолжаем. Так. Исследование территории уже практически закончено. Вот тут еще немножко. Вот тут, вот тут, да. Ну, просмотрим. В принципе, что-то я узнаю здесь, что-то исследую. И, наверное, к войне, я надеюсь, что уже постепенно вопрос разведки такой именно территории будет, наверное, не очень актуален. Так. Рио-де-Жанейро. Было бы очень неплохо, конечно, открытые границы сейчас получить с ними и исследовать немножко их территорию. Ну, может быть, это и не обязательно. Так, еще одна ферма. Возвращаем лучников назад. Этих тоже возвращаем назад. Через три хода я смогу проапгрейдить своего этого юнита. Пока он может спать. Так, хорошо. Дуболом пока тоже спит. Ага, вот еще Бразилия, да. А, ну, вау. Хм, немножко неожиданно. Так, довольно далеко у них город от столицы, интересно. Ну, с другой стороны, мне нужна только столица. Мне не нужны все вот эти города. Мне нужна только столица от них, естественно. Сальвадор. Да, наверное, мне... Наверное, мне нужен будет договор. Хотя я могу сейчас плавать сюда, да. Наверное, так и сделаю. Лучников возвращаю. Какие-то лучники мне будут нужны для защиты собственных городов. Да, несомненно. Не то, чтобы это прям какая-то суперзащита, но какая-никакая пригодится. Так. Возможно, что вот этот вот сад был и уже не очень нужен, но... Все равно, это бонус. Чем раньше его сделать, тем лучше. Астрономию я получаю. Отлично. Вхожу в Эру Ренессанса. И, кстати говоря, я обратил внимание, что у меня было сообщение, что да, видите, индонезийцы вошли в Эру Ренессанса. То есть, в принципе, я, конечно, очень сильно отстаю от шашонов, которые, конечно же, вырвались вперед так достаточно сильно. Вы видите, по населению я выступаю раз в восемь. Да, в семь. Да, в семь раз. Ну, собственно, шашоны вообще стартуют очень хорошо. Очень, практически всегда, на самом деле. Это очень сильная нация. То есть, довольно забавно, что сами-то индейцы, да, то есть, реально нация была такая, ну, что такое шашоны, вы знаете, что это вообще за шашоны такие? Ну, были такие шашоны, да, конечно, их потом раскатали в блин. Но почему шашоны вот в цивилизации такие мощные, я не знаю. Ну, видимо, потому что разработчики американские. Вот. У них, конечно, бонусы просто великолепные вначале. Одна из самых таких простых и, в том числе, интересных наций. Я за них, на самом деле, даже немножко не играю. Ну, как бы не хочу играть, потому что они, я считаю, такие немножко читерские. Вот. Ну, ладно. Так, итак, 5-5-5 ходов, хорошо. Голиасы, голиасы, голиасы. 16 ходов навигация. Даже быстрее, как я уже говорил, сколько... А, немножко неудачно, 16 я потом получу. О, нет. Ресечи гримент. А, как у меня шпион, кстати говоря, себя чувствует. 7 ходов. Наверное, через 7 ходов. Я уверен, что у них должна быть акустика. Наверное, акустику я получу. А после навигации мне нужно будет, скорее всего, идти в индустриализацию. Просто вот. Очень-очень просто и тупо и вперед. То есть, навигация важна, но вы понимаете, что после навигации... Следующая технология, которая важна для флота, это уже... Это уже электроника, то есть, апгрейд фрегатов в батлшипы. Это критически важно, но это будет очень нескоро. Поэтому сейчас мне нужна навигация, и после этого я буду догонять уже по обычным технологиям. Все подряд, скорее всего, тут уже будут. Без какого-то... Либо большого выбора. Хорошо. Так. Этот товарищ продолжает исследовать. Ну, наверное, через какое-то время... Ага. Со шведами я продолжаю дружить. Меня этот договор о дружбе абсолютно устраивает. И давайте посмотрим. У меня с ними есть договор о дружбе. Я бы хотел... Может быть, дружить с кем-то еще. Ага. Я знаю, что я сейчас сделаю. Значит, со мной, по-моему, китайцы не согласились дружить или египтяне. Я уже не помню. Значит, сейчас я буду предлагать что-то на мировом конгрессе. Я предложу мировую ярмарку. Тогда я получу бонус по дружбе от Китая, Швеции, Египта, Дании. Они все будут рады этому. И, возможно, я смогу заключить договор о дружбе, например, с Китаем. И подписать с ними ресерчий гриммит. Да. Я думаю, что это вполне себе такой рабочий вариант. Так, что у нас здесь? Тут я исследовал. Тут не проплыть. Да, наверное, мне нужно... Открытые границы. Два золота вход. Может быть, так? Нет. Да, два золота вход. Для чего они мне нужны? Ну, чтобы мой кораблик вернуть. И, кстати говоря, я подумал о том, что... Ага, я же теперь могу путешествовать по океану. Да-да-да. Ой, даже мне, на самом деле, открытые границы были не очень с ними нужны. Ладно, раз уж я немножко стормозил, действительно, я же теперь могу путешествовать по океану. Вот так, этот сюда. Исследую сушу, посмотрю, что у них за острова. Вот этой вот галеры тут все оплыву, тоже посмотрю. Кстати говоря, я должен проапгрейдить вот этого товарища в каравеллу. Несомненно, это нужно и, возможно, что стоит следующим ходом вот этой каравеллы чуть-чуть поплавать. Да, вот, китайцы рады, шведы рады. Китайцы сделали Нотр-Дам. Вау. Да, это круто. Голиас первый готов. Сразу же я получаю апгрейд, потому что у меня есть барак. И вот тут очень важно, что я хочу, какой апгрейд. Я думаю, что я хочу силу против наземных юнитов. Да. Тут сложно, конечно, сказать, на самом деле. То есть, и то, и то хорошо. Конечно, мне нужно будет уничтожать как можно быстрее флот противника, естественно, что это очень важно. Но наземные юниты это тоже важно, потому что штурм городов должен быть быстрым, активным. Да, я думаю, что я сделаю апгрейд на наземные юниты. Так, а здесь у нас наш четвертый город. Что мне нужно в четвертом городе? Хм. Ну, наверное, Колизей. Колизей. Университет. Да. Думаю, что в таком порядке. Гляз. Гляз, я думаю, что постепенно я буду перетаскивать к своей столице, наверное. Я соберу здесь. И Дарио Дажанеро. Чем мне еще нравится вариант воевать с Бразилией? Тем, что они довольно близко. Это значит, что когда я... Если я получу урон, я отгоню корабли сюда и подлечу их. Так, это довольно такой неплохой вариант. Чем ближе будут мои корабли, тем лучше. Так что у нас тут все довольно неплохо. И мне, наверное, нужна еще одна ферма. Да. Так. Я встретил еще одно город-государство. Ага, вот так вот интересно, да? Хорошо. Путика выросла. Десять ходов. Да. И после второго Голиаса университет. Да-да-да. Университет очень важно как можно быстрее. Каравелла. Каравелла. Да, я думал, что немножко поисследую. Посмотрим, что здесь есть. Чтобы времени так не терять. Нотердам. Это, конечно, здорово. Но, как я уже говорил, с китайцами я буду воевать. Конечно же, в какой-то момент. Несомненно. Но Пекин все-таки слишком хорошо укреплен. Слишком опасно. Хорошо. Продолжаем. Первая война, как я уже говорил, будет критически важна для развития. Конечно же, она многое решит. Так, что у нас тут? Здесь я все проапгрейдил. Здесь тоже. Ну, пусть будет вот этот тайл. Хорошо. Навигация 12 ходов. У меня будет Голиас. Еще Голиас. Да, четко через 12 ходов. Пять Голиасов. Апгрейды, апгрейды, апгрейды. Все их собираем, наверное, в районе Гепариджиса. И атакуем Бразилию. Хороший вариант. Бразилия, наверное, самый такой уязвимый в данной ситуации. Ну, я не знаю, уязвимы они или нет. В том плане, что... Сколько у них там юнитов, пока не очень понятно. Но с точки зрения обстрела Рио-де-Жанейро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть тайлов. С которых я могу обстреливать Рио-де-Жанейро. Город силой 37. Китай лепит чудеса света. Просто в каком-то сумасшедшем порядке. Да, значит, шелк закончился. Теперь я хочу поговорить со всеми ребятами. Например, с Китаем. Что вы думаете по поводу договора о дружбе? А, я им предлагал относительно недавно. Ладно. А что по поводу... Египта? Они тоже не хотят. Жаль. Жаль. Индонезия. Проблема в том, что если бы они хотели, если бы они хотели со мной дружить, они бы уже сами, скорее всего, предложили. Ладно, пока не буду предлагать. Может быть, кто-то... Может быть, кто-то мне предложить сам. И тогда, конечно, я соглашусь, несомненно. А, шелк. Египет. А, Египет отказался. Может быть, с Шашоном я бы очень не хотел договора о дружбе, на самом деле. Шведы. Ну, ладно, продам им шелк. 240. У меня уже достаточно золота. Реально много золота. Это хорошо. Это мне нужно будет... Я не помню, сколько стоит апгрейд голиасов в... Фрегаты. Я помню точно, что он стоит... Что мне нужно будет железо, и, возможно, мне... Ага, железа нет. Мне нужно будет у кого-то железо купить, в моем случае. Египет. Хм. А вот это может быть проблемы. Так, ну, в Бразилии, естественно, бесполезно. Китай. Вау. Шашона. Вау. Ильдай. Это проблема. Я делаю... Хм. Я делаю 5 глязов. И я, честно говоря, был уверен, что я у кого-нибудь куплю металл. Но. Логично, в принципе, слушайте. Может быть, какой-то город-государство даст мне металл. Логично, что ресурсы очень ценны на таких островных картах. Проблема в том, что, естественно, территории суши здесь значительно меньше, значит, и ресурсов меньше. Это значит, что... Это значит, что металла-то ни у кого на продажу нет. А я подумал, что я куплю у кого-нибудь одну единицу. Стоит ли в такой ситуации делать... Ещё один гляз. Я не смогу бы проапгрейдить фрегат. Это проблема. Хм. А что у городов-государств? Кудапешт. Хм. Да. Ситуация интересная. 6 единиц металла. Я вижу. У китайцев, кстати говоря, я вообще не вижу металла. Это, на самом деле, мне ещё очень повезло, что он есть у меня. То есть, это действительно большой бонус. То, что у меня здесь 4 единицы металла, это очень здорово. Да, я думаю, что мне нет смысла делать ещё один гляз. Да. Я могу, конечно, сделать его и оставить именно в качестве гляза. То есть, не апгрейдить его в фрегат. Но это, конечно, значительно слабее. Наверное, я так и сделаю. Потом, если с металлом что-то будет получше, то я об этом подумаю. На гепариджес. Ну, нормально. Да. Ресурсы. Борьба за ресурсы. Тут такое дело. Так. Самарканд. О, чудо света ещё одно. Отлично. Хорошо. Хм. Да. Интересно, а что в Бразилии с ресурсами? Я это сейчас узнаю. Да, туризм, туризм, конечно. Сами понимаете, что у меня довольно слабенький. Точнее, не слабенький, а просто нулевой. То есть, туризм у меня по нулям. Так, Голиас. Ну что, апгрейдим его. Да, против морских юнитов и отправляем. Угу. Так. Хорошо. Этот товарищ возвращается назад. Куча у меня квестов на города-государства. Я чисто теоретически мог бы тут кого-нибудь из них перекупить. Братислава, кстати говоря, у меня через 13 ходов... Наверное, да. Наверное, я им тысяч, наверное, многовато всё-таки. Да, наверное, я им дам 500 золота. Поддержу, так сказать, союз. Да, чтобы он не пропал. Тем более, как раз у них квест на золото. А что у нас с Рагусой? Нет, она мне не нужна. Я смотрю, у кого есть квест на золото, Виттенберг тоже мне не нужен. С религией у меня, к сожалению, полная беда, потому что я свою религию не получил. Не успел. И, собственно, никак потратить религию не могу. Но единственный шанс, что до меня дойдёт какая-нибудь религия чужая. Ну и плюс, конечно, потом уже я смогу великих инженеров покупать на эти очки. То есть они, конечно, не пропадут. Египет. Ну и жаль, что Египет не хочет со мной дружить. Может быть, мне стоило подождать самому их предложение о дружбе, а не напрашиваться в гости. Да, металл, металл. Слушайте, я сейчас понимаю, действительно, как мне повезло, что у меня есть металл. Хотя бы четыре фрегата. Ну, четыре это минимум, который мне нужен. Минимум. Абсолютный минимум. Мне, конечно, желательно было бы больше. Так, я могу украсть технологию. Что у нас? Акустика. Акустику я украсть не могу. Потому что акустики у них ещё и нет. Жаль. Жаль. Ну ладно, украдём гильдии. Ничего страшного. Это нормально. Следующий ход. Да, я смогу у них довольно быстро тырить технологии. Так, тут я всё исследовал. И возвращаем корабль назад. Так, здесь, в общем... Да, исследую на всякий случай здесь. Но, в принципе, всё понятно уже с картой. Карта открыта практически. Так, тут что? 12. 6. 6 лучше. Да. Шёлк. Я не продал шёлк. Ой-ой. Ну ладно. Окей. А, подождите. Может быть, я обгрейд... Обгрейдил. Да-да-да, всё, я понял. Да-да-да. Я вот этот тайл обработал. Я что-то подумал, что я опять натупил. Ну, нет. Так. Скаут. Скаут. В принципе, он мне уже так не особенно-то и нужен. Академию. Хочу ли я сделать академию? Конечно, хочу. Если я поставлю академию здесь... Я бы, конечно, поставил... Нет. Нет. Рядом с рекой. Может быть, место фермы. Да. Он тогда будет приносить 2 единицы еды по-прежнему. И 8 науки. Да, я думаю, что... Вполне можно поставить академию здесь, действительно. Так. Голиасы. Отлично. Так. Этот тайл я обработал. Наверное, вот этот на очереди. Ага. Китай по-прежнему воюет с Египтом. Ну, флаг в руки. Я не против. Значит, навигация. Ну, что, навигация, значит, война. Ну, что, несомненно, да, так оно и есть. Будет непросто раздолбать Рио-де-Жанейро. Потому что здесь, естественно, есть кроссболмен. Арбалетчик. Город сам будет неплохо сражаться. Но... Дело в том, что... Мне еще очень важно получить апгрейды, как обычно. Апгрейды на фрегаты будут очень важны. Так, открытые границы с Китаем мне больше не нужны. Апгрейды на фрегаты будут критически важны. Как и, в общем, апгрейды на любые... Артиллерийские юниты. Так, я могу проапгрейдить в этот самый... В... Господи. В каравеллу. Угу. Так, лошадки, 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 лошадки... Шведам. Вам нужны лошадки все еще, правда? А, да. Это мы с вами договаривались, по-моему, на 180. Я правильно помню? Отлично. Отлично, Голиас. И Голиас тоже отправляется поближе к... Гипариджису. Еще один Голиас. Собираем их в кулак. Минус один к идее, плюс восемь к науке. Я думаю, что это неплохой вариант. М-м-м. Что у нас с Карфагеном? 35 ходов. Плохо. Хм. 14 ходов. Да, так лучше. Да. И, наверное, мне нужны какие-то... Шахты, не шахты. И, наверное, здесь мне нужна еще ферма. Угу. Хорошо. Через 5 ходов будет еще один Голиас. Да. Так, я могу посмотреть, что у нас тут. И плыть обратно. Открытые границы с Китаем нет. Угу. Кстати, Братислава. Братислава, да. Я все думаю по поводу металла. Да, с металлом, конечно. На карте я вот пытаюсь выискать ресурсы. Из того, что я исследовал, все, конечно, вообще печально. Угу. Я вообще не вижу металлу на карте. Вот. Вот, но... Это все такие отдаленные территории. Да, занятно. Занятно. Ну, и, конечно же, у шашонов есть. Шашоны, а у вас нету лишних? Да, у вас нету лишних. Конечно, нет. Шашоны, да. Шашоны, да. Шашону будет сложно бороться. И... Это тайл апгрейд. Фу. Вот теперь вот здесь, наверное. И что я хотел, значит, с этим скаутом? У меня была такая мысль. Он, конечно, уже, в принципе, довольно бесполезен. Но, возможно, когда я объявлю войну Бразилии, я пройду вот сюда, разграблю тайл. Этот скаут погибнет, но он хотя бы сделает что-то. Ну, в принципе, я этим скаутом теоретически могу даже город захватывать на самом-то деле. На самом-то деле. Но для этих целей... Ну, то есть, вы понимаете, да? Город можно захватывать кораблями, имеющими ближний бой. То есть, не гелиасами, а, конечно же, каравеллами. Ну, и теми кораблями, которые каравеллы апгрейдятся. Вот. Но город также можно захватывать и сухопутным юнитом, если, скажем, он будет здесь, здесь будет корабль, то скаут может захватить город вполне. Это, кстати, возможно, не такой плохой вариант. Да, наверное. Возможно, не стоит мне его так просто тратить. Лошадки, да. Я готов вам продавать лошадок по-прежнему. У меня довольно много денег, но я сейчас подожду апгрейдов. Я, конечно, понимаю, что он не должен быть очень дорогой. То есть... Так, каравелл возвращаем назад. Очень много он стоить не будет, но, тем не менее, все равно какие-то деньги я зарезервирую на это дело. Ага. Вау. А мне некуда ставить... А мне некуда ставить жителя. Потому что город не вырос нормально. Ну ладно, он вырос и через 5 ходов я переставлю. Ладно, посмотрим. Ну и что? От 2 хода до навигации. И нужно будет собрать мой флот. 3 корабля здесь. Технология. Навигация. Я мог украсть навигацию. Ой-ой. Да. Ага. Навигация, кстати говоря, это же у Бразилии я могу украсть. Но, конечно, я не буду этого делать. Я украду... Киволари. Да, наверное, самую дорогую просто. Обидно. Ну, ладно. Собственно, тут не угадаешь. Так. Здесь, наверное... Наверное, это будет неплохая ферма. Плюс 2 производства. 100 плюс 2 еды. Нормально. Хорошая ферма. И что мы делаем? Так. Возвращаем юниты. Собираем их в кулак. То, что у бразильцев будет навигаться, это не очень хорошо. 30 ходов. Хм... Возможно, мне стоит отправить шпиона еще куда-то. Потому что будет ли этот город жить 30 ходов? На самом деле, если все будет успешно, то нет. Но вполне возможно, что моя атака и захлебнется. Я, в общем, теоретически держу это в голове. Такой вариант. Думаю о том, что мне нужно будет... Да, мне нужно, наверное, будет... Мне бы, конечно, очень пригодились какие-нибудь трибушеты. Но, естественно, что за трибушетов мне еще пилить и пилить. А катапульты... Наверное, будет уже на этом этапе не очень актуально. Я думаю, что мне нужны будут все мои силы практически. Мне нужны будут и лучники. Я могу их потерять, но они могут отвлечь на себя атаку. Да. Так что, наверное, мне нужны будут вообще все мои силы. Мне нужно будет их собрать в кулак. Я что-то потеряю. Возможно, даже дуболома мне стоит отправить. Если в какой-то момент он на себя отвлечет удар города, скажем там, это будет уже, наверное, неплохо. Да. Итак, следующий ход навигации. Открытие границы. И... Отлично. Еще у нас родился великий писатель. И что теперь? Так, каравеллы апгрейдить, конечно, не могу. Голиас. 180. Ну, довольно дорого на самом деле, да? 180. Еще 180. Еще 180. Голиас. Сюда. Этого сюда. Собираем армию в кулак. Этот делает, конечно же, произведение искусства. Хорошо. Здесь город вырос. Ну, наверное, так-то. У меня всего шесть счастья, кстати говоря. Не очень здорово уже. Уже не очень здорово. Что я могу с этим сделать? После Голиаса. Циркус Максимус. Да. Да-да-да. Мне нужно будет это для счастья в любом случае. Я буду собирать всех своих ребят. Всех на войну. По-прежнему, наверное, ни у кого металла нет. Я бы купил металл, залюбил сейчас цену, наверное. Шведы. Нет. Нет, 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 нет. Лошадки даже есть, а металла нет. Ну, ладно. Будет у меня четыре фрегата. Один Голиас. Два композитных лучника. Один дуболом, один скаут. Ну, не слишком впечатляющая армада, честно говоря, я вам скажу. С учетом того, что в этом городе... В этом городе нет стен. Хм, забавно. Ладно, шпионы, наверное, я пока оставлю здесь. Хотя бы для того, чтобы видеть, что в этом городе происходит. Армию свою собираю и атакую. Думаю, что да, война уже очень скоро. И, наверное, на этом на сегодня все. И спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!